В казахстанских госзакупках хотят снизить участие субподрядчиков. Сенат рассмотрел законопроект о государственных закупках, а также сопутствующие поправки в другие законы. По информации спикера Сената Ашимбаева, 80% коррупционных правонарушений в стране связаны с госзакупками. Госзакупки – это всегда лакомый кусок, особенно если говорят о круглой сумме. Поэтому потенциальные поставщики зачастую сталкиваются с необоснованным отклонением от участия в тендерах, а техническая спецификация, так сказать, затачивается под определенных поставщиков. В госзакупках речь идет о триллионах тенге. Это деньги и на лекарства, и на дороги, и на прочее. Сфера всегда была самой скандальной. В коррупционных махинациях уличали и высокопоставленных чиновников, и мелких клерков. Спикер Сената Ашимбаев подчеркнул, что 80% коррупционных правонарушений в стране связаны именно с госзакупками. В рамках анализа статистических данных, что 80% коррупционных правонарушений в стране, они связаны именно с госзакупками. 80%. То есть это или фиктивные акты, или взятничество, или другие правонарушения в этой сфере. В этой связи, для того, чтобы уменьшать такого рода правонарушения, нужна система мониторинга, система контроля, которая работала бы не постфактум, а превентивно работала. Среди наиболее распространенных коррупционных правонарушений завышение стоимости закупаемого товара или услуги, а также участие в тендерах и конкурсах, аффилированных с чиновниками людей. Закупки из одного источника – самый популярный вид госзакупок, который осуществляется по простой схеме. Создавая множество искусственных барьеров, организатор допускает конкурс за только одну нужную ему компанию. Из-за того, что эта компания осталась в гордом одиночестве, тендер признается несостоявшимся, и закупки производятся из одного источника. Как правило, эта компания запрашивает максимальную цену. В сфере госзакупок мы на самом деле возбудили много уголовных дел. Он за последние три с половиной года установлен ущерб порядка 23 миллиардов тенге. Одна из наболевших тем – это уровень казахстанского содержания в госзакупках. Пренебрежение местным содержанием – это у нас повсеместно. Систематически эти условия не выполняются, особенно компаниями квази-госсектора, где находится 60% от общего объема госзакупок. В стране ежегодно заключаются миллионы договоров. Отрасль большая, а проверяющих мало. Это приводит к халатному отношению проверяющих, так как физически они не смогут успевать к следующей проверке в срок. Спикер Сената Ашимбаев подчеркнул, что существующая система госзакупок не способствует поддержке местных производителей. По его словам, недобросовестные компании, которые должны поставлять местную продукцию, поставляют продукцию других стран. Мы встречаемся с предпринимателями, и они поднимают такой вопрос о том, что некоторые, не будем говорить большинство, скажем, некоторые из этих поставщиков, они якобы поставляют казахстанскую продукцию, в то же время они манипулируют, поставляют продукцию других стран, туда ставят какой-то, видимо, свой логотип, что сделано в Казахстане, и тем самым они участвуют в этих тендерах и имеют возможность выигрывать за счет демпинга, за счет низкой цены. В Уральске областному управлению природных ресурсов и регулирования природопользования передали 32 трактора и две пожарные машины. Акимобласти на ремонтуре Галиф вручил ключи от новой техники коллективам подведомственных учреждений. Сколько стоила новая техника и какова степень изношенности старой, расскажут наши корреспонденты. Работники лесного хозяйства днем и ночью охраняют зеленые насаждения от пожаров. Управление природных ресурсов и регулирование природопользования управляет восьми лесными хозяйствами. Приоритет отдается модернизации спецтехники для обеспечения безопасности лесников и защиты лесных массивов от пожаров. В связи с этим были закуплены 32 трактора и две пожарные машины. На приобретение техники из областного бюджета выделено около миллиарда тенге. Это сделано для обеспечения пожарной безопасности и укрепления материальной технической базы, так как оборудование лесного хозяйства изношено на 70%. Также была закуплена система раннего обнаружения пожаров. Охрана лесных массивов – это обязанность каждого человека. Эти 32 единицы техники будут распределены между восьми лесными хозяйствами. Аким области на ремонт у Регалеев торжественно вручил ключи от спецтехники учреждениям лесного хозяйства. Помимо спецтехники закуплены 27 мотоциклов. Это сделано для благоприятных условий для работников лесного хозяйства. В 2020 году глава государства инициировал посадку двух миллиардов деревьев в лесных массивах. В регионе утвержден план мероприятий на 2021-2025 годы. Запланирована посадка зелёных насаждений на 15 тысячах гектаров. В целях защиты лесных массивов от пожаров в селах Чапай, Тайпак и в Бурлинском районе города Уральск будут установлены камеры видеонаблюдения. Отметим, в прошлом году было зафиксировано около 40 лесных пожаров, в результате которых было охвачено огнём 310 гектаров территории. Амина Махсотова, Олег Писаренко, Аймурад Жагапар, телеканал ТДК-42. На отсутствие дорог, воды и освещения пожаловались сельчане в Западно-Казахстанской области. В селе Улькен-Ямбек сейчас проживает около 300 человек. Наша съёмочная группа разбиралась в проблемах местных жителей. В Аксугамском сельском округе Теректинского района расположены два села – Улькен-Ямбек и Табанбай. Жители первого обратились в нашу редакцию с жалобами на частые отключения электроэнергии, проблемы с дорогами, трудопроводами, нехватку питьевой воды. Несмотря на то, что в селе недавно построили школу и водонапорную башню, установили вышку сотовой связи, ситуация не такая радужная, говорят сельчане. Чтобы привлечь внимание к своим проблемам, люди собрались в полуразрушенном доме культуры. Работа по проведению воды началась, но до сих пор не завершена. Уже четвёртый год, обещают её завершить, но никаких изменений не происходит. Кому только не обращались, но ответа и никаких действий от них нет. Другой аксакал Есината родился и вырос в этом районе. Он рассказал, что в прошлом году группа представителей СМИ во главе с Акимом района Алюей Мухамеджановой разделила радость местных жителей по поводу подключения воды, перерезав красную ленту. Однако радость продлилась лишь один день. Сейчас ситуация такая. В прошлом году я сам перерезал красную ленту, и все радовались, что в доме будет вода. Однако на следующий день воды уже не было. Когда обратились в Акимат, нам сказали, что сломался трубопровод, но его до сих пор не подчинили. Помимо водопровода, сельчан беспокоят вопрос электроснабжения. До этого в нашем селе не было света целых пять дней. Все наши продукты испортились. Из-за отключения электричества мы не могли заряжать телефоны и выполнять даже простые бытовые задачи. Сейчас 21 век, и вы сами понимаете, как сложно жить без света. Власти не обращают внимания на наши жалобы и просьбы. А это старая школа. Сегодня здание пустует. Как говорят местные жители, они предлагали сделать из нее детский сад. По словам сельчан, из-за отсутствия дошкольного учреждения дети уже несколько лет посещают детсад в селе Акжаек. Но такой выход из ситуации могут позволить себе далеко не все, а только те, кто имеет транспорт. К слову, в селе Илькин-Имбек в данный момент насчитывается 85 домов. В новой школе обучаются 60 детей. Жители села надеются на то, что их кто-нибудь услышит. Несмотря на трудности, они активно занимаются развитием сельского хозяйства и поддержанием чистоты в своем селе. Сельчане стремятся к улучшению инфраструктуры и мечтают о создании дополнительных рабочих мест, чтобы удержать молодежь в родном краю. Данки Лебаева, Марлен Скалиев, Нурлан Шамгонов, телеканал ТЛДК-42. В Уральске начались работы по аэрации дорог, направленные на улучшение их состояния и продление срока службы. Эта технология помогает снизить износ дорожного покрытия и повысить безопасность движения. Как проходят работы, расскажем в следующем сюжете. В особо жаркие летние дни, когда температура воздуха превышает 25 градусов, в Уральске проводится аэрация дорог. Процедура является частью широкой программы по улучшению дорожной инфраструктуры города. Аэрация воздуха в городских улицах проводится два раза в день. В нашей организации работают 15 единиц без техники, полемочных машин. Среди них 5 единиц направлено для аэрации воздуха. Остальные техники работают ежедневно по графику, моют дороги и поливают саженцы. Поливомоечные машины направляют струи воды вверх, охлаждая не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта. В ходе работ учитываются все технические нюансы, чтобы обеспечить максимальную эффективность и долгострочный результат. Регулярный полив и аэрация позволяют значительно снизить уровень пластической деформации дорожного покрытия в жару. В городе Уральск переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, температура воздуха ночью 18-20, днем 29-31 тепло. Под воздействием солнечных лучей и при интенсивном городском трафике асфальт подвергается сильному износу. Но благодаря этим мерам удается поддерживать его в надлежащем состоянии. Альбина Жекенова, Айбулат Жахапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Водителям больших грузов, не соблюдающим допустимую нагрузку на ось, грозит штраф. Об этом напоминают сотрудники транспортной инспекции Западно-Казахстанской области. Совместно с другими дорожными специалистами они проверяют соблюдение допустимой нормы. На одной из таких проверок побывали и наши корреспонденты. По всему Казахстану на автодорогах республиканского значения с 1 июня действуют летние ограничения на движение грузовых автомобилей. В связи с этим специалисты управления транспортного контроля вместе с представителями Национального центра качества дорожных активов проверяют крупногабаритный транспорт. Автомобили взвешивают на специальных весах. В случае выявления превышения допустимой нагрузки на ось составляется административный протокол. Нарушители могут быть наказаны штрафом. С 5 июня по 5 июля 2024 года проводится республиканская акция «Внимание! Черновесный автотранспорт» по явлению превышения допустимых весовых параметров АТС при перевозке и нервных груз по автодорогам области. Допустимый параметр на 1 июня, то есть составляется 10 тонн, а с 2 июня на 16 тонн. При выявлении превышения допустимых параметров на оси будет составляться административный протокол по статье 571, часть 6 КОАП Республики Казахстан. В данный момент в рамках этой акции проверяются самосвалы, которые перевозятся и нервные грузы. Ограничение на передвижение автотранспорта в первую очередь вводится для снижения деформации дорожного полотна. В жаркую погоду при одновременном воздействии горячего воздуха и излучения асфальт может нагреваться до 65 градусов. Такая температура приводит к повреждению дорожного полотна. Кроме того, негативно сказывается на сцеплении колес с дорогой. Это, в свою очередь, повышает аварийность. В весенний-летний период вступает приказ министра транспорта, который ограничивает движение до 8 тонн на ось. То есть в весенний период земполотно на автомобильной дороги переуложнено, то есть она очень чувствительна к таким нагрузкам динамическим. А в летний период, когда повышается температура воздуха, температуру размещения битома, все мы знаем, что порядка 43 градусов. После этого, то есть деформация возникает в виде колейности. В связи с этим, мы в ходе такой мониторной группы будем инспектировать участки не только сегодняшнего участка Самары-Чемкета, но и оставшиеся дороги. С начала акции выявлено 12 правонарушений. Нарушители оштрафованы на сумму свыше 2 миллионов тенге. С начала же года выявлено 166 правонарушений. Специалисты просят граждан соблюдать необходимые правила в целях дорожной и собственной безопасности. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Особия Кобекенов, ТДК 42. В Ахтубе 5 человек получили ожоги в результате ЧП на производстве. Инцидент произошел на заводе ферросплавов. Пострадавших доставили в больницу на служебном санитарном транспорте. У них обожжено от 5 до 13% поверхности тела, сообщают медики. Один из них – 42-летний мужчина, получивший ожоги пламенем лица обоих предплечий, от госпитализации отказался. Остальные получают лечение в травматологическом отделении. Как стало известно, работники получили ожоги при погрузке коксовой пыли. Двое пострадавших – работники подрядной организации. В пресс-службе металлургического предприятия сообщили, что на неработающем участке произошло кратковременное воспламенение пыли. Все обстоятельства произошедшего выясняют и полномоченные органы. Вчера было доставлено в травматологическое отделение в лосканской больнице четверо пострадавших из завода АЗФ, где произошел взрыв газо-воздушной смеси. Из них пострадавших было пятеро. Один был отправлен на амбулаторное лечение, четверо госпитализировали в травматологическое отделение. Состояние пострадавших в данном средней степени тяжести продолжает получать лечение, грузы для жизненных. Ахтубе изнывает от палящей жары. Столбики термометров там поднялись до 40 градусов. Люди стараются не покидать дома и офисы, где сутками работают кондиционеры. Видимо, поэтому сети не выдерживают нагрузки и по городу происходят перебои с электричеством. При такой жаре актюбинцы могли бы охладиться у воды, но ни один фонтан в городе так и не заработал. Почему, выясняла Лейла Уэсова. Вот так непрезентабельно выглядят три музыкальных фонтана напротив областного Акимата. Их запустили еще в 2016-м. Все они были со светодиодной подсветкой, при этом высота струй достигала 18 метров. Но сейчас прохлады возле них не найти, ни один фонтан не работает. В Ак-Тубе в этом году не запустили ни один фонтан, а их на улицах города больше 20. На их реконструкцию из бюджета выделили 184 миллиона тенге. Но подрядчик не выполнил свои обязательства. Поэтому одни объекты до сих пор ремонтируют, другие разобрали до основания. Власти уверяют, делают все возможное, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация. Мы подали на подрядчика в суд, вернули деньги в бюджет, затем заключили новый договор с компанией «Шалкар-Бастау». Они должны отремонтировать нам четыре фонтана за 107 миллионов тенге. Остальные 10 фонтанов приведем в порядок за счет спонсорских средств. В этом году на их содержание и обслуживание из казны выделили 22 миллиона тенге. Между тем в регионе стоит 40-градусная жара. Жители буквально изнывают от палящего зноя и мечтают о прохладе фонтанов. Фонтаны обязательно нужны, тем более в такую жару. Нужно вовремя проводить ремонт, чтобы к началу сезона была готовность номер один. Раньше были и музыкальные фонтаны, и с подсветкой, а сейчас ни один не работает. Без фонтаны никак нельзя. Это же спасение от жары для горожан. А фонтаны у нас все в заброшенном состоянии. Дети любят играть возле фонтанов, но сейчас не найдешь их и в наших парках и скверах. Ни один не работает. С трудом в нынешнем сезоне открылись и места купания. После паводков не сразу получили разрешение от спасателей местные пляжи. Единственный коммунальный пляж заработал всего неделю назад. И сейчас здесь наплыв горожан. Люди приходят уже с раннего утра и не хотят уходить даже после закрытия. По данным синоптиков, жара немного спадет только к концу недели. В Уральске прошел областной этап Олимпиады, организованный образовательным фондом «Айканат», по итогам которого 45 школьников получили возможность посоревноваться в республиканском этапе. Традиционные мероприятия организованы с целью обеспечения высокого качества образования. Подробнее в сюжете. «Айканат» – проект специально подготовленный отечественными бизнесменами для повышения образовательных возможностей детей из сельских районов. Фонд работает над устранением неравенства между сельскими и городскими учениками в доступе к качественному образованию. В рамках программы ежегодно проводятся Олимпиады в три этапа – районы, областной и республиканский. 45 учеников, прошедших отбор, отправились соревноваться на республиканский конкурс, который пройдет в Алматы. В Алматы соберутся около тысячи учеников со всей республики. Мы думаем, что наши ученики покажут хорошие результаты. Ежегодно конкурс проходит в городе Астана. В этом году фонд «Айканат» проводит республиканский этап в Алматы, чтобы дать детям возможность увидеть и другие города. Одной из тех, кто примет участие в республиканском этапе, стала Жангули Максот, воспитанница образовательного фонда из села Косарал Сырымского района. Олимпиада «Айканат» – это прекрасная возможность. Для меня я очень обрадовалась, когда мне сказали, что я прошла на третий тур Олимпиады и стала финалисткой. С начала действия программы сотни школьников получили возможность обучаться в лучших университетах Казахстана и за рубежом. Родители, доверившие будущее своих детей образовательному фонду, говорят, что их надежды оправдались. «Сегодня наша дочь едет на республиканский этап «Айканат». До этого она прошла районный и областной этап. Желаем дочке удачи». Выигравшие на республиканском этапе Олимпиады получат грант на обучение в школе «Айканат». Кроме того, в этот раз есть возможности и для тех, кто не прошёл отбор. Они могут бесплатно готовиться к ИНТ в течение трёх лет, посещать занятия по английскому языку и готовиться к участию в международных соревнованиях. Дорогие телезрители, обо всех важных событиях уходящей недели вы можете посмотреть в программе «Итоги недели» в это воскресенье. У меня на этом всё. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова